И всем привет, меня Александр Новасов, в данном видеоролике, если все сейчас нормально работает, Я все-таки как-то настроил камеру, настроил все нормально, в общем, мы сегодня играем в Call of Duty, я не знаю, как это читается, в общем, ладно, ну вы поняли, в новую Call of Duty, которая вышла совсем недавно, как недавно, в 2017 году вышла Call of Duty это, и мы сегодня в нее поиграем, я ее назову просто ВВИИ, потому что как-то, я не знаю, правильно. Читается, пишется, пишется так, в общем, сразу говорю, потому что в каком-то видеоролике я говорил, что я буду снимать стрим по этой игре, да, я снял стрим по этой игре, и именно сегодня я решил на YouTube выложить видеоролик именно по мультиплееру этой игры. Мультиплеер, сразу говорю, что он состоит из двух частей, и как-то я об этом как-нибудь попозже расскажу. В общем, есть одна часть, это обычный мультиплеер, где вы команда на команду, там, это вы, короче, стреляете друг в друга. Есть такой режим, как зомби, об этом немного попозже, наверное, в следующем видеоролике, но все же, ладно, давайте начнем. Сразу вот показываю, это вот зомби Рейха, вот сразу же, чтобы вы смотрели мой канал, вот то, что мы будем в следующем видеоролике. Давайте играть, нажимаем, мы захотим выиграть, такой вот, красивая такая фигня у нас появилась, не знаю, как у вас, но у меня по графике даже вот этот Call of Duty, она 4К, я не знаю, как у вас, как у вас будет, но у меня 4К монитор просто. Сейчас попробуем поиграть. То есть, не знаю, вам будет заметно, нет, но здесь на самих Call of Duty написано какая-то такая вот фигня. Ладно, загрузка, давайте мы загружаемся сейчас в игру, не знаю, что получится из этого, но во всяком случае, если что-то и получится, я настроил вроде все нормально, я звук микрофона сделал нормальным, то есть все должно быть нормально слышно, только звук игры будет потише, чем я говорю, ну ладно. Так, все, мы вошли, мы вошли в онлайн, и теперь мы можем нажать там штаб, открытый матч, рейтинговая игра, свой матч, компания и зомби Рейха. Сразу говорю то, что рейтинговый матч, а именно рейтинговая игра, это что-то похожее на Counter-Strike, CSGO, то есть 5 на 5, не знаю, может я ошибаюсь, может я не в тот режим вообще играл, но что-то типа того. Так, в общем, в открытом матче мы сразу уже можем поиграть, и нам вот эти опыты дойдут сразу. Давайте сначала мы войдем в штаб, давайте войдем в штаб, кто не знает, что такое штаб, это такая фигня, в которой все игроки от третьего лица бегают, в какие-то штуки заходят, в какие-то палатки, там что-то покупают оружие и что-то типа того. Но я особо в нем не разобрался, потому что игра у меня, хоть и от стима работает, но она немного лагает и вылетает. Я думаю, я настроил во время съемки, она, наверное, не вылетит, но все-таки, я не знаю, потому что я в оконном режиме еще ни разу не играл в эту игру. Если все-таки вылетит, то это значит, надо что-то делать с игрой. Я не знаю, у меня никогда такие игры не вылетали. Так, штаб, ну, наверное, это все долго будет грузиться. Давайте подождем, посмотрим, что будет. Все-таки хочется, наверное, уже посмотреть сам мультиплеер, сами пушки. Хоть игра у меня куплена совсем недавно, но все же, ребята, я еще не донатил на эту, и не буду донатить на эту игру, потому что это Call of Duty, и она не стоит того, чтобы на нее донатить. Проще всего наиграть там всякие оружия, там, из золотых, и даже пушки я видел, когда играл до вас еще, до этого видеоролика. Я уже все перепробовал, все режимы, я почти что все режимы попробовал. Не буду говорить, что все, я знаю, прям уже наизусть каждую карту, каждое это, каждую позицию. Нет, я не знаю, я только вот начинаю играть в эту игру, как бы у меня всего лишь, ну, где-то несколько часов в этой игре, я точно уже не помню. Но два часа есть. Я уже наиграл в Стиме два часа, в мультиплееры, именно. В обычной Call of Duty у меня там несколько часов, так как я играл в сюжетную линию. Так, по ней я тоже, возможно, сниму прохождение, но это не точно, ребята, мне еще устало, когда проходили. Так, вот, мой персонаж, его, кстати, тоже можно менять, но пока что не об этом, наверное, все нормально, у меня снимется и будет все нормально. Так, здесь у нас есть какой-то персонаж, с которым мы что-то можем делать. Здесь мы можем смотреть бойца, заблокировать, поблагодарить, стрелковые состязания, профиль, отправить жалобу. Стрелковые состязания, я не знаю, что такое. Давайте попробуем, я не знаю. Время ожидания запроса, текло, игрой занят. У меня вылетело что-то. Ошибка, соединение. Я ничего не обновлял, ладно. У нас вылетело я. В общем, такая вот фигня, можно там бегать в штабе, я не буду штаб больше показывать. Все сегодняшние видеоролики. Вот такая вот хрень. Вы третьего лица бегаете, там всякую хрень делаете, и... То есть там, как бы, не надо воевать, и ничего. Лучше бы они это сделали от первого лица, как и всегда делали. Ну, раз они так решили сделать от третьего лица, ну, конечно, будет делать. Мне так нравится. Ну, все же, игра мне показалась нормальной, и то, что она стоит две тысячи в стиме, она стоит того. Серьезно, она стоит тех денег, за какие вы платите его. Так, открытый матч. Заходим. Так, я не знаю, какие здесь режимы есть, потому что я играл пока что только в командный бой. Есть еще какой-то хардкор режим, я пока что его не пробовал. Давайте просто командный бой сейчас включим. Не знаю, будет ли нормально. Так, у меня сразу нова. Там только четыре буквы в клане. Так, два человека уже здесь. Еще кто-то еще зайдет. Вот, подходящий игрок. Еще один подходящий игрок. То есть, видите, уже каски другие, и все другое. Солдат. В солдате можно дивизии. Я уже как геймплей, блин, снимаю от игры. Кстати, да, я назову это геймплеером, наверное. Пехота, штаб. Это надо, вот в штабе меняете. Здесь можно дивизию менять, оружие и все остальное. Дивизия, значит, пехота это менять. Можно поменять на десант, мехкорпус. Можно поменять на горы стрел и... Какие-то силы. В общем, как-то так. То есть, они все отличаются. Дальше. Шпионаж. Это такой. Тяжелое вооружение такое. Особное снаряжение такое. И инстинкты это такое. Я не знаю, что это такое. Я пока что... Это подготовки, ребят. Какие у меня сделаны уже. Видать, я не... Сейчас я не знаю, ребят. Оружие. Оружие здесь можно менять. Здесь можно поменять на какой-то... Дроповик. Или, ну, я не знаю. Правда, занимается. Здесь можно будет потом другие выбрать. Я ничего делать пока что не буду. Так, сейчас уже включится эта штука. То есть, я все смотрю. Осколочные, гранаты у меня только есть. Просто гранатка. Все, у меня началось. Мы начинаем играть. У нас здесь не совсем все переведено в игре. Но уже понятно, что это какой-то Ачен будет. Я не знаю, может, как-то по-английски читается. Я не знаю. Сами посмотрите. То есть, за прохождение этой карты я получу умножение два опыта. Я получу опыт оружия. То есть, здесь несколько опытов. Опыт солдата и опыт оружия. Еще есть один опыт, но я не знаю, какой он. Опыт есть еще этого, который мы смотрели до этого. Забыл, как это же такое называется. В общем, есть здесь достижения. Достижения я уже тут как-то попробую, пытаюсь их получить. Потому что всего достижений, если не ошибаюсь, 15. И так как достижений 15, тут, в общем, как-то так. В общем, их 15. В обычной игре, в обычной Call of Duty, их, я не помню, сколько. Давайте посмотрим, стим у меня. Нет, я не буду палить свой стим. Я ошибся. Не, ну, я думаю, нормально вот так, если включу. Вот будет здесь видно, то, что здесь все достижения. Давайте откроем все достижения. Наверное, у меня сейчас палит. Ну, ладно. Мы хотя бы посмотрим. Вот, два часа у меня. За две недели два часа. Офигенно. 14 минут я уже играю. Значит, видео уже идет 14 минут примерно. Так, вот, значит, смотрите. Это статистика Call of Duty. Вот он. И здесь у меня уже получено. Это получено. Все у меня тоже получено. Там открывается еще один. То есть, как-то так. Там можно еще посмотреть, если хотите. Но это позже. Я пока что только по мультиплееру вам покажу, какие достижения имеются. Все, мы начали. Выбираем пехотинца. Так как я чаще всего играю в пехотинца. Я не знаю, как выбрать его, блин. Выбрать. Но. Можно я с него поиграю, пожалуйста? Ну. Все. Я его выберу. Блин, наверное, громко будет. Я вроде звук дал. Обнаружен вражеский груз. Перехватите его. Нормально. Погнали. Я не знаю, как выбрать. Побежали. Противник поднял самолет-разведчик. То есть, игра полностью русская. Так, это свой. Так. Только подойди сюда. Сразу. Противник поднял самолет-разведчик. Побежали. Тут танки. Тихо. Тут с врагом еще встречусь. Так, они примерно где-то там. Не знаю, где они. Еще один убийство. Ну, у меня есть... Ой, блин. Тихо. Ну, конечно, да. Тут как-то откидывать гранаты еще можно. Мне кажется, если у меня не разобрался. О. Давай, я тоже что-то пьяю. Прикольно. Ой. Все. Штиковая атака у меня. Лол. Бомба противника. В укрытие. Так, я что-то получил. Бомба. Блин. Ладно, пошлите дальше. Да, блин. Вообще не понимаю, что здесь делать. Тоже третий раунд играет. Ну, где ты? Так. Там их двое. Ладно, одного убил, и хорошо. Ладно. Так. Пошлите дальше. Тревога! Арт-обстрел! Укрытие! Тихо, тихо, тихо. Пошлите. Убил. Кинул гранату. Ой, убил. Гранаты охренеть, круто. Внимание на троллейбус! Так. Помог. Хорошо, пошли. Обнаружен вражеский груз. Переходите его! Как всегда, просто скидываю гранаты. Сейчас. Пошли. Где враги? Давай только выйдем. Присесть здесь можно. Пошли! В небе вражеская пехота! Ах, кто ел? Понятно. На лестнице, понятно. Грузовик! Есть! Стой! Мать твою. Что-то не заводит. Тихо, тихо. Не знаю. Где? Прихота в библиотеке. Понятно, ясно. Понятно. Так. Пока что только Адукат не покажу. Потом, может, из-за них я на них покажу. А, я за немцев играю, или я за немцев? Видимо, да. Все, мы поражены. Сегодня мы потеряли многих. Извлеките из этого урок. Лоу. Мне что-то дали. Или не мне. Я пока что не разберусь. Ну и что? Что мы имеем? Мы прошли, в общем, карту. Мы, нет, мы ее не прошли. Но у нас поражение. Ну, это ладно. Это позже, потом я это все доделаю, проделаю. Еще раз поиграю. В общем, пока что на этом все, ребята. Кто-то из первого ранга. У меня какой у меня ранг? У меня четвертый ранг уже. Это довольно-таки уж-то нормальный ранг. Да, у кого-то вот сорок восьмой ранг уже. Кто-то вообще крутой. И кто-то играет вообще постоянно. Я же играю уже всего лишь два часа, как вы видели. Я почти что на последнем месте. У меня всего семь убийств. И это нормально, я думаю. Думаю, все. Я вам все показал в этой игре пока что. Я и следующий видеоролик будет, наверное, по нации зомби. Ну, или нет. Я не знаю, про что еще снять. Наверное, по нации зомби буду снимать видеоролик. Готовится мультик. Басмульфильм 10. Он уже почти готов. Я так всегда говорю. на самом деле его еще прорабатывать и прорабатывать. Ну, ладно. На этом, наверное, мы заканчиваем наш видеоролик. Вот. Сейчас покажу, кем я стал. А, не, уже сразу. Вы что? Эй, алло. Алло. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео и всем удачи и всем пока.